Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильный путь их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и вы всегда можете смотреть нашу программу в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, еще в средние века было замечено, что продолжительность жизни горожан меньше, чем у сердцев жителей. Неужели дело только в свежем сельском воздухе? Ну, конечно же, нет. Специалисты утверждают, что кроме свежего воздуха, еще и окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на психоэмоциональное состояние человека. Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему, оказывает сильный оздоровительный эффект. Вопросами влияния окружающей природы на психику человека занимается ландшафтотерапия. Что это за направление психологии и чем оно может быть полезно для человека? Вот об этом наша сегодняшняя программа. У нас в гостях кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени Ломоносова Юрий Николаевич Голубчиков. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте, Тина Ивановна. Ну что, время мы выбрали не случайно для встречи с вами, поскольку вы являетесь ведущим специалистом в области ландшафтотерапии. Сейчас весна, апрель, я думаю, самое время поговорить о том, как обустроить правильно и свой дачный участок, и свое жилище, ну и вообще заняться своим здоровьем. И, конечно же, вопрос первый, потому что, возможно, нашим телезрителям будет интересно, почему вы, географ, занялись ландшафтотерапией? Хотя, конечно, ландшафт, он близок к географии. Знаете, ландшафт с глубокой древности использовался как некая целебная часть. Ведь всем известно целительное свойство прогулок по свежему воздуху, созерцание движущихся вод, бегущих облаков, колыхание ветвей до легком ветру. Это испокон веков считалось оздоровительной такой процедурой. Еще недавно, сто лет назад, бросайте все и езжайте в природу, говорил врач своим пациентам. Отдайте время прогулкам на свежем воздухе, на природе. Почему же сегодня врач пропишет больному медикаментозные средства, которые успешно подавят в нем симптомы заболевания, но вызовут новые патологические состояния, которые, в конце концов, пропишут ему сложные лабораторные исследования, от которых люди вместе с этими медикаментозными курсами лечения часто страдают и умирают. Психические заболевания начнут лечить электрошоком, каким-то гипнозом, какими-то наркотропическими какими-то средствами. Ну, тоже лекарства. Да, лекарства. Лекарства, да. Чтобы убрать ту же самую депрессию, например, да? Хотя ту же самую депрессию легко убрать, ведь эффектами горячей бани, эффектами прогулки. Ведь каждый ландшафт несет в себе, ну, в общем, все неделимые царства природы в едином каком-то порыве на нас воздействуют во время этой прогулки. И рельеф, и песок, и грунт, и вода, и воздух, и биоразнообразие. Все воздействует на человека. Да, и все это имеет целительную силу. Просто таблетка – это быстрее, универсальнее, и вот сразу. И гораздо опаснее, потому что, опять-таки, она вызывает патологические изменения. Всегда есть какие-то побочные действия, от которых трудно избавиться, привыкание к ним. Вся медицина, видите, она оказалась построенной на химии, в меньшей степени на физике. Физиотерапия у нас гораздо меньше, чем химия, средств медикаментозных. Курорт очень узко, она очень заузилась, и она продолжает заужаться. Ну, например, курорт, курорт-терапия, целая наука есть. Это часть ландшафт-терапии, кстати, да? Да, забыто, забыто уже, что в переводе с немецкого курорт – это лечение местом, лечение ландшафтом. Лечение ландшафтом. Курс лечения, орт – место. И это лечение как бы местом переводит, это подзабыто. У нас теперь курорты различаются климатические, бальнеологические, грязелечебные, там что-то еще. Но лечить-то ландшафт, и только он может в совокупности силу грязи, допустим, целебные усилить или ослабить. Нельзя вот просто на грязи… Пить, допустим, ту же самую лечебную воду, да? Да, да, да. Нельзя просто в Минводы ездить и пить воду, если нет, руки, и считать, что этого вылечить. Да, у нас эта вода продается в магазинах, так ведь? В магазинах есть, да. Имеет значение вот все это горное окружение низкогорное, рудные тела, особые такие какие-то сочетания гранитных и известняковых пород. Все это имеет, и леса на склонах, все это лечит. То есть это все в комплексе, да? Вот недаром многие ученые, философы и психологи отмечают также еще и загадочные связи между характером местности и нравами проживающего там народа, да? Вот это такой психологический факт, который всегда служил, скажем так, ориентиром для выбора как раз тех мест для лечения людей. А как, собственно говоря, ландшафт влияет на человека? Вот мы говорим, что можно оздоровиться ландшафтом, но и проживая в какой-то местности долгое время, человек приобретает характер, да? Формирует свой характер, исходя из особенностей этой местности. Да, мы говорим о национальном характере. А национальный характер, он предопределяется климатом, почвой, рельефом местности, почвой. И всем ландшафтом обретается национальный характер. Есть характер степного человека, который, ну, склонен, пожалуй, к широте, к удали. Он открытый, да? Степь, она же вся открытая, и человек открытый. Ну и вместе с тем к некоторой такой удали, может быть, даже такой кочевой подвижнической активности. Там случайно пассионарные такие рождаются кочевые народы, которые не раз уже сметали Европу. Лесные ландшафты – это прибежище, как и горные, прибежище культур архаичных, древних, наиболее древних. Там часто разбойники скрываются, которых грабят купеческие караваны в горах, скалах, в лесах. То есть горы и леса – это одно и то же в данном плане. То есть там, где можно скрыть. Это хранилище архаичных типов укладов жизни и укладов жизнедеятельности в данном случае. Горы и леса скрывали наиболее древнее население. Там в самом чистом виде самые древние такие фенотипы представлены, что ли, генотипы представлены человечеству. Каким образом ландшафт может действовать на современного человека? Ну, кроме того, что он оздоравливает, на какие, скажем так, стороны жизнедеятельности человека он влияет? Я думаю, на все стороны. Ведь он же, ландшафт влияет целостно, всеми своими звуками, фибрами, запахами, на всю нашу сенсорику, на всю нашу эманацию и всю нашу вибрацию. И все они уступают с ландшафтом сложнейшее сочетание, которое абсолютно не изучено. На сегодняшний день по ландшафтной терапии нет ни монографического описания, ни учебного пособия, отдельные разрозненные статейки. Что у нас, что за рубежом. Во всяком случае, мнения неизвестны. Ландшафтная терапия только недавно пробудилась к жизни. В 90-х годах. Во многом пробудил ее интерес к фэншую, который возник именно в 90-х годах в западной культуре. До этого был интерес к Китаю, проявлялся, он был, в 70-х годах, он, например, был к цигуну интерес, к восточным единоборствам. В 80-х годах к какопунктуре, к лечению, к каким-то массажу точечному. А в 90-х годах к фэншую. К лечению, так сказать, опять-таки, фэншую – это ветроводы. Фэн. Да, ветер, вода. Да, шуй, вода – это, опять-таки, к ландшафту, к ветроводам, которые усиливают энергию жизненности и ослабляют. Но насколько китайские традиции применимы на территории, допустим, России? Иногда считается, что то, что, так сказать, хорошо одной национальности, не очень хорошо работает на территории другой. И часто фэншуй в наше время стал некой такой модной штучкой такой, да, который, ну, просто очень модно, там, вешать музыку, ветры, колокольчики и так далее. А что это на самом деле, и как фэншуй сочетается с древнерусскими традициями? Он ведь сочетается наверняка. Во-первых, китайская традиция, она самая древняя, устойчивая традиция, которая без изменения 7 тысяч лет существует. Были культуры, может, и более древние, махэнджедара, мы знаем, да, или... Но они исчезли. Китайская традиция очень древняя. Китай, как наш сосед, он, в общем, где-то к нашим условиям не совсем уж так далек. Прямо применим. Да, Байкал тоже берет название, скажем, примеру, Бахай, Северное море. В общем, и Китай простирался, мы знаем, до Каспийского моря доходил. И как-то через Татаро-Монголы нас влиял, через династию Юаней. Но русская православная традиция, если уж не феншую, то местоположению уделяет большое внимание. Все наши алтари, всех храмов ориентированы строго на восток. На восток, да. Да и храмы строились тоже на определенном месте. Да, были на месте, которое чаще всего наследует языческие копища. Это испокон веков было местом священным, часто очень. Хотя иногда уже закладывали и поздние, и более поздние времена. Но древние храмы, они такие наследуют часто языческие места. Это места повышенной энергетики. Да, то есть обычно в этих местах хорошо человеку, да, и он заряжается действительно энергией. Обычно храмы строятся в этих местах. Хорошо, Юрий Иванович, все-таки мы переходим к такому основной части нашей программы. И у нас уже поступают звонки, вот как выбрать, скажем так, правильный ландшафт для своего жилища. Или как его обустроить, да. В сочетании, не знаю, или там в соответствии с древнерусскими традициями, или там с фэн-шуем. А, собственно говоря, в соответствии со здоровьем своим, да. Чтобы у тебя было хорошее психическое и физическое здоровье, и жизнь твоя ладилась. Потому что не случайно же, когда раньше, в древние века, наши предки строили, допустим, свои дома лицом к водной стихии, да, то есть строили на берегах рек дома, и чтобы, значит, центральные окна выходили именно на водную гладь, а не наоборот, да. С чем это связано? Или, допустим, окна, опять же, на солнечную сторону. Ведь это тоже очень важно. Что мы видим в своем окне, какой пейзаж, какой ландшафт, да, когда мы просыпаемся. И это же тоже оказывает влияние. Да, и вот понимаете, Татьяна Ивановна, тут советов нет. Это говорил Бекон, так крупнейший наш мыслитель. Лучший советчик тут сам человек, его интуиция. Самому понимать, что такое к тебе хорошо, а что такое к тебе плохо, это самое верное средство избежать болезней любых и утраты энергии. И для этого, для этого у нас есть такой прибор уникальный, самозаписывающий, самопознающий, самочувствующий, как человеческий организм, который, точнее, любого термометра, любого барометра, даст вам точный ответ, где хорошо, где плохо. Стоит только неделю попрактиковаться и прислушаться к своей интуиции. У нас же эту интуицию не развивают ни в школе, нигде у нас ее давят. Всю жизнь вам доверят эту интуицию. И вот неделю понаблюдать ее, и вы раскрываетесь совершенно иначе. Вы начинаете чувствовать, это ваше место. Здесь вам хорошо, здесь вам хорошо дышится, здесь легко чувствуется, здесь тело ощущения хорошие воспринимает, а вот из других мест невольно хочется уйти. Так там неуютно и плохо. И если вы, допустим, приобретаете дом, серьезная покупка, коттедж, если уже построенный дом, то потратьте небольшие деньги, попросите дома продавца, разрешение переночевать пару ночей в этом месте, провести. Если вам спится здесь хорошо, попробовать надо в разных местах кровать поставить. Если вам здесь хорошее сновидение, отдохновение, то смело приобретайте. Если нет, ну тогда. Ну не только это, надо, конечно, все воспринимать, не просто поспали. Посмотрите на людей окружающих, хорошие люди, открытые лица, или люди, как часто у нас бывают, брачные, подавленные чем-то. Если это далеко от Москвы, сходите на кладбище, посмотрите среднюю продолжительность жизни. Сколько здесь люди живут. Очень мудрый совет. Да, да, да. Вот у меня, знаете, у меня дядя был в Чернобыльцах, завотделом обкома партии по науке и образованию. Приехал из Ленинграда профессор. Это был 47-й год. Еще Бандеровщина и так далее. Что вас привелось сюда, спрашивает дядя. Я, знаете, я объехал много городов, и я прихожу на кладбище, смотрю продолжительность жизни. Здесь она хорошая, длинная. Слышите, действительно. Конечно, в Москве и в Московской области тут все перепутано. Но если это где-то уже за пределами, всегда можно на сельском кладбище это определить, почувствовать. Опять-таки очень важно, что люди умирают не от насильственных, не от каких-то, ну своей смерти, свое время, так скажем, от старости умирают, не от онкологических заболеваний и так далее. Есть геопатогенные места, которые по своему воздействию, Татьяна Ивановна, куда страшнее, чем крупное промышленное производство. Вот отдельный вопрос на эту тему. Что это такое, да? Что такое геопатогенное место в ландшафтной терапии, да? И как его обнаружить, и можно ли? Как они воздействуют на людей? Ну, геопатогенные места по своему воздействию, мы знаем, что они связаны, вот те места, из которых лучше уйти. Ведь часто там бывают места, где даже человек пропадает, исчезает. Да, много всяких таинственных... Мистическая с ними связана. Мистическая история. Это уже не лечебная, не ландшафт-терапия, а ландшафта, так сказать, убивания, что ли. Ну, действительно ли есть ландшафты, которые убивают? Да, ландшафты уничтожения. То есть в вайдных целях можно использовать врага. А люди там еще и живут, понимаете, всю жизнь. Да, люди там живут. Врага надо загонять, да, при тактических учениях. Но, знаете, это места, с чем они связаны? Это трудно понять, трудно понять. Связывают их с геологическими неоднородностями, пустотами, провалами, многоэтажными водными потоками, местами их пересечений. Пустотами подземными. В основном связывают с геологическими неоднородностями. Но дело не в геологических неоднородностях, скорее, а дело в излучениях. Так, таинственный мир излучения нам едва понят. Мы из невидимых излучений знаем только лишь немногие. Излучения есть электрические, электромагнитные, торсионные, гравитационные поля тоже на это накладываются. Много полей. Которые на нас влияют, да? Влияют, да, они вступают с нами, с нашими вибрациями, с нашими полями. Вступают в сложные взаимоотношения. Что происходит в таких разумах? Совершенно неизученная, совершенно неизученная эта вещь. Кроме того, рельеф усиливает, фокусирует плотность энергетического потока. Или рассеивает. Здание точно так же действует. Геометрическая форма зданий, их взаиморасположение комнат. Все это имеет значение. Фэншуй как раз этому, древняя традиция Китая уделяла этому вниманию. У нас этому, ну как, это у нас что-то такое маргинализированное. Вы знаете, вспоминается, 60 лет назад экологии никого не было. Если бы кто-то бы сказал, что нужно составить экологическую карту территории, прежде чем ее строить тут завод, его бы высмеяли, а то бы еще и из-зауки выгнали бы. Вот я уверен, что точно такую же вещь претерпит и карты исследования геопатогенных зон. Лет через 50-60 без них никакое строительство будет невозможно. И гражданское тоже, да, то есть жилых домов. И прежде всего можно предвидеть, что нужно перепрофилировать детские лечебные учреждения. Они не должны быть в геопатогенных местах. Школьные, детские и лечебные учреждения. У нас звонок, давайте мы ответим на звонок телезрителя и продолжим наш разговор уже там о влиянии геопатогенных зон на человека. Скажем так, в чем это может выражаться, да? Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, Игорь. Да, здравствуйте. Вот слушаю вашу передачу и вспоминаю, как при советской власти, извините, профсоюзы отправляли по путевкам работников своих на курорты. Вот сейчас у меня мама, второй человек, на пенсии. Несколько раз, когда она работала, ее отправляли в минеральные воды, кислород, то есть то, что ей было нужно, то, что ей прописывал врач. Сейчас я не могу ее никуда отправить, потому что говорят, вот выбирайте Подмосковье, а вот на воду можно, нет, на воду либо дорого, либо у нас, значит, нет средств, либо вам это не подходит. Она прекрасно там себя чувствовала, проведет вот курс лечения водой и, в общем, как-то... А в Подмосковье-то пробовала ваша мама себя полечить? В Подмосковье, как раз ей воды не подходят. Вот я и хотела, вот у меня вопрос такой. А если мы не можем выехать сейчас ни в Пятигорск, ни в Кисловодск, ни в Минеральные воды, что бы посоветовали пожилому человеку, ну, там, с холециститом, сами понимаете, панкаротиками, что можно, что мы можем сделать в Подмосковье, куда можно поехать? Спасибо. Я бы посоветовал, вы знаете, то же самое, что, как бы, при приобретении дома. Если вы не можете приобрести дом хороший, где вы можете хорошо организовать свое пространство, то попытайтесь, конечно, переорганизовать собственное пространство вашего дома. Если вы не можете поехать на воды, ну, почувствуйте, Подмосковье, это по ландшафтному разнообразию, по стыку, Мещеры, Сосново-Песчаный, Клинско-Дмитровской гряды, Маренна, Елова, Березовый. То есть большое разнообразие. Из лесняков, от Подольска, заходящих к нам, Москва-Белокаменная, на них построена, широколистыми лесами. По обилию святых источников, которые не все еще инвентаризированы и так изучены, а есть и известные источники, типа Новорсалимского, Подмосковье по своему лечебному эффекту, по эффекту биоразнообразия, оно, я думаю, не уступает ни в чем известным курортам, Карловарам, Пятигорске и так далее. Вообще бы, может быть, даже Татьяна Ивановна имела смысл сделать такую передачу «Лечение России». Хорошее предложение. Россия, у нас она ассоциируется, вот мы тут живем. Давайте сделаем, Николаевич, приходите к нам еще раз, мы поговорим. Да, может, когда-то летом, да. Потому что у нас много такого паршев написал, знаете, вот тут холодно, тут плохо. Да мне кажется, лучше места вообще не найти. Здесь уникальное сочетание континентальности и полярности. Просто у нас, как всегда, это не разработано, не оформлено, да, то есть нет... У нас тут под числом солнечного освещения летом мы превосходим любой Пятигорск. У нас же летом почти круглый день. Ну, ночь только 4 часа, да, 5 часов Подмосковье, 22 июня. Короткая ночь. Ну, погода-то несравнительная, думаю, с Пятигорском. У нас тоже погода, у нас сопоставима. Сопоставима, ну, температура плюс 25, ну, я не знаю, куда же я лучше. Ну, лета на лето не приходится, конечно, но... Более того, перемещение в таком возрасте пожилом из другого, из места своего проживания в другое место очень опасно. Вот на Крайнем Севере люди жили раньше, их потом давали им квартиры и дома в южных условиях. В южных условиях человек перемещается оттуда, испытывает, через год умирает. Переезжает сюда, куда-то из Норильска, переезжает в Курск, через год умирает. Те, кто остались, там живут и продолжают жить. Хотя Норильск считается таки, потому что человек привыкает к этой уже среде. Он уже вжился в геохимическую среду, в геофизическую среду. Даже, понимаете, смена продуктов питания, и то зелень там выращена там где-то, или совсем другую, другая геохимия, другая геофизика, всё другое. Человек испытывает стресс при перемещении. Вот в таком возрасте, 75 лет, переехать в Пятигорск на месяц и обратно, это очень опасная вещь, очень опасная, особенно совсем на юг. Да, я тоже неоднократно слышала об этом, многие специалисты утверждают, что надо в возрасте очень аккуратно менять, вот если радикально, да, очень аккуратно менять место жительства. И тоже место жительства, приехать на месяц. Да, даже на месяц. С ландшафтом надо быть аккуратным, то, о чём вы начали говорить. Он может излечить, а может и убить. Мне такой личный пример. Конечно. У меня вот прабабушка была, ну, конечно, она жила в Тамбовской области, ей было 82 года, она не знала, с какой стороны сердце. Вот, она не знает его даже. Ничего она не чувствовала. Но поехала к своей дочке в Душанбе на три недели, вернулась и умерла. Потому что сменила, она всю жизнь никуда не выезжала. Она жила вот в одном месте, как бы. Ну, недорого, что где родился, там и сгодился. Там и пригодился. Да, и пригодился. Это не случайно, это имеет прямое отношение к здоровью. У нас ещё один звонок, давайте мы его послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Так, не слышно. Да, стеснялся. Не слышно. Если что, у нас сейчас приближается реклама. Мы, надеюсь, после рекламы наши телезрители, значит, подарят нам свои звонки. Вы с удовольствием ответим на эти вопросы. Итак, Юрий Николаевич, тогда переходим. Вот городской ландшафт, да? Что это такое и как он воздействует на человека? Вот его воздействие. Это хорошо или плохо? Понятно, что, наверное, город городу рознь всё-таки. Да, я думаю, знаете, тут, смотри, какой город, действительно, как вы правильно сказали, смотри, какой город. Я думаю, наши города плохо воздействуют, российские. У нас очень хорошая природа. Я люблю, конечно, Россию, большой патриот её. Но города у нас не предназначены для здорового образа жизни. Не для отдыха нашего. У нас природа блестящая. Понимаете, если народ, каждое поколение сносит памятники предшествующего поколения, то тут что-то не то будет. А что происходит вообще, когда мы обновляем свои города? Вы всё время, понимаете, мы всё время строим, перестраиваем. У нас Москва была радиально-такой лучевой структуры, радиально-кольцевой структуры. Придумана была Брюсом эта структура, крупнейшим астрологом. Это некоторое подобие звёздного неба. То есть это астролог всё-таки придумал. Брюсом в Переулок, мы знаем, даже в честь его давить. И вот эта вся структура, она была как-то вот... Изломана и нарушена. Особенно биоэнергетически сильная. Здесь всё обретало сильную энергетику. И вот это всё ломается, рушится, сооружаются другие здания. А ведь та биоэнергетика остаётся, особенно в этой радиально-кольцевой структуре такой сложной, где всё... Ничего менять нельзя, пожалуй. Мы должны сейчас прерваться на несколько минут. Очень интересно, да? Поговорим об этом. Дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте свои вопросы. Сегодня мы говорим о ландшафтной терапии. Где нам хорошо и приятно жить? Счастливо, удобно и здорово. До встречи через несколько минут.